Виктор Александрович, здравствуйте! Виктор Александрович, здравствуйте! Все то, что должен предоставить им город, а это не только погодные условия, но и оказание необходимых услуг, и в отрасли общественного питания, торговли, коммунальных служб, они должны работать как часы. И, конечно, мы для этого предпринимаем все усилия, чтобы действительно как можно меньше проблем наши потенциальные отдыхающие испытывали, находясь на территории нашего города-курорта. Ну, если говорить о проблемах, то какие-то есть такие основные, которые бы выделили? Ну, наверное, основные проблемы, которые не всегда зависят от администрации, это, в первую очередь, водоснабжение города. Потому что сегодня мы питаем наш город не только от собственного водозабора, но и от троицкого группового водовода. И зачастую природно-климатические условия создаются, особенно в пик курортного сезона, в августе, достаточно сложные, когда дебита воды не хватает. И мы вынуждены переходить на графиковую подачу воды. Это, должен сказать, было у нас и в прошлом году, потому что действительно такого количества туристов мы не ожидали. Но я хочу сказать, что мы успешно справились с этим. Но благодаря, наверное, и такому количеству туристов нам удалось выявить наши слабые места, которые есть в коммунальных службах. И сегодня мы занимаемся именно решением этих проблем, устранением этих проблем, которые связаны и с водоснабжением, и с стабильной подачей электроснабжения. И, конечно, здесь нужно сказать славу и благодарности нашим предприятиям коммунального хозяйства, в том числе нашим энергетикам, и Неско электросети, и Кубани Энерго, за то, что они проводят сегодня соответствующие мероприятия, для того, чтобы мы действительно могли принять более 4 миллионов отдыхающих, и чтобы они отдыхали в комфортных условиях. Еще одна тема для Геленджика – это самовольное строительство, незаконное. Я знаю, что и качество этого строительства оставляет желать лучшего. И фирмы «Одальневки» строят достаточно быстро, возводят жилье, и эти строения не выдерживают испытания непогодой. И вот красота, кстати, сомнительная. И около двух месяцев назад известный блогер Варлама выложил серию фото. Плохой Геленджик? Хороший Геленджик? Вот давайте с первого начнем. Согласны, что есть все-таки плохой Геленджик? Нет, ну, естественно, наверное, каждый город имеет свои плюсы и минусы. И мы видим те недостатки, которые есть у нас в нашем Геленджике. Это связано и с архитектурой, и с санитарным состоянием. Но, поверьте, мы сегодня предпринимаем все усилия для того, чтобы действительно город развивался так, как сегодня предусмотрено нашим территориальным планированием. Так, как мы сегодня требуем соблюдать архитектурный облик и внешний облик зданий, сооружений, которые есть. И вы правильно сказали насчет самостроев. Это действительно больное место. Это бич для нашего города, и не только для нашего города, для других курортных городов. Но сегодня мы имеем уже ряд положительных решений судов по сносу многоквартирных жилых домов, которые действительно негативно влияют на внешний облик и архитектуру города. К сожалению, люди строят у нас мини-гостиницы, но они забывают о том, что необходимо выполнять технические условия, необходимо согласовать с архитектурой и размещение, и фасадную часть. Мы стремимся к тому, чтобы город-курорт Геленджик был курортом европейского уровня. Поэтому работаем над этим вопросом. И, конечно, мы сегодня понимаем, что строительство, или незаконное строительство таких объектов, оно влечет и дополнительные нагрузки на инженерную инфраструктуру. Поэтому мы, со своей стороны, на протяжении уже двух лет ведем серьезную работу со всеми предприятиями коммунальных служб, привлекая при этом и другие организации из федеральных структур для помощи, поддержки и решения этих проблем. И принимаем меры по ограничению подачи воды, электроэнергии. Потому что отдельные улицы нужно менять инженерные сети, они, конечно, должны меняться, в первую очередь, за счет застройщика, чего они делают. Виктор Александрович, тот же Варламов пишет, архитектура хромает, рекламные щиты в центре страшненькие. Советуем нанять хорошего архитектора или дизайнера. Есть такие? Естественно, есть, но я не думаю, что здесь нужно сделать кардинальные выводы, менять архитектора или дизайнера. Мы видим эти недостатки и мы боремся с этим. У нас есть отдельное постановление, которое мы приняли по этой рекламе. Сегодня мы уже в досудебном порядке убираем эти рекламы, сносим объекты или гаражи, которые стоят непонятно где и которые портят внешний облик прилегающей территории домовладений. И в том числе те рекламные щиты, о которых говорил блогер, на самом деле они есть. И мы предпринимаем усилия для того, чтобы действительно очистить город от того беспредела, который творят, опять-таки, кто? Жители нашего города недобропорядочные и которые, наверное, не любят так город, как мы его любим. Я с вами полностью согласна. Вообще Геленджик считается одним из самых чистых городов России. В Геленджике кажется, что кто-то гигантским пылесосом все вычистил. Как они это делают? Почему чисто? Я не верю. Так как все-таки удается справляться? Ну, я думаю, что в чистоте и порядке, который есть в городе, причастны или к чистоте и порядку в городе, причастны все жители. Естественно, ни администрация, ни Хрестин в единственном числе наводит этот порядок. И я благодарен жителям Геленджика, да пропорядочным, которые поддерживают этот порядок, поддерживают санитарное состояние. И, конечно, мы все прекрасно понимаем, что сегодня наше руководство в лице нашего губернатора Александра Николаевича Ткачева делает все для того, чтобы курорты действительно выходили на европейский уровень. И мы благодаря этой поддержке, этой помощи, которую сегодня мы ощущаем и от администрации края, и законодательного собрания края, мы реализуем все наши планы, которые стоят перед нами, которые мы сегодня направляем на то, чтобы привлечь туриста на наши курорты. И приятно отметить, что, допустим, тот опрос, который мы делали в прошлом году, показывает, что 98% из числа опрошенных, они готовы приехать в Геленджик на следующий год. То есть это достаточно высокий показатель. Чем вообще Геленджик может удивить, если сравнивать, допустим, с Египтом или Турцией? Насколько я знаю, у нас должен быть отдых, совмещенный со здоровлением. Правильно? Ну, естественно. И мы видим, что за последние годы на самом деле количество туристов, которые приезжают в Геленджик, они уже больше отдают предпочтение и лечебной базе, именно восстановлению своего здоровья, а не только развлечениям и пляжному отдыху. Поэтому здесь у нас достаточно много серьезных здравниц, пансионатов, которые имеют хорошую лечебную базу. Это такие, как и Красная Талка, и Голубая Волна, и Вулан, и многие другие, которые действительно способны сегодня создать необходимые условия для нормального лечения и восстановления здоровья наших отдыхающих. Ну, если говорить о ценовой политике, все-таки часто мы слышим, что наши курорты очень дорогие, что средний чек достаточно высокий. Если говорить о ценах, приемлемый. И какой он турист, который приезжает на наши побережья? Ну, если говорить, какой он турист, который приезжает непосредственно в Геленджике, то опять же скажу, что сегодня в Геленджик приезжает и среднего уровня достатка, и высокого уровня. И тот опрос, который опять-таки мы делаем, показывает, что более или около 40% опрошенных приезжает с достатком порядка 20 тысяч на одного человека. Поэтому здесь, в общем-то, любой турист, который приедет к нам на отдых, он может устроиться, начиная от 300 рублей в сутки и заканчивая тем же Кемпинский, который отель Пятизвезд, где 9 или 10 и выше, в зависимости от времени курортного сезона. Виктор Александрович, я знаю, что одним из приоритетов для Геленджика является тема безопасности. Да, какие, что делается в этом направлении? Ведь я там буквально недавно была, и знаю, что полицейские там ездят через каждые 5 минут. Ну, на самом деле, мы должны четко отдавать себе отчет о том, что любой курорт будет развиваться тогда, когда будет безопасность в этом городе. Естественно, будут ехать и тогда сюда туристы, отдыхающие. Мы предпринимаем достаточно много усилий для того, чтобы действительно вся территория нашего муниципального образования, не только город, но и наши внутригородские округа, они были достаточно надежны в охране общественного порядка. Особенно должен отметить, что в последние годы достаточно много внимания уделяем безопасному городу, о чем постоянно говорит и Александр Николаевич. Вот здесь мы имеем на сегодня, на территории нашего муниципального образования, порядка 300 камер видеонаблюдения. В этом году, до начала курортного сезона, мы еще поставим порядка 50 камер. И, кроме того, мы осуществили, выполнили работы по прокладке оптоволокна. Это более 12 километров, которые мы проложили по всей территории нашего города. И сегодня мы уже говорим не о том, чтобы только под камерами видеонаблюдения были наши набережные и пляжи. Мы сегодня эти камеры начинаем устанавливать в микрорайонах, в жилых микрорайонах, для того, чтобы отслеживать ситуацию на территории всего нашего муниципального образования. И ежегодно мы направляем до 10 миллионов рублей именно только на эти вопросы, на систему безопасных городов. Кроме того, у нас установлено 19 пунктов экстренной связи с милицией, которые также помогают оперативно реагировать сотрудникам полиции на какие-то чрезвычайные ситуации. Я знаю, что слоган Геленджика – это город, в котором сбываются мечты. Но как бы вы закончили фразу «приезжайте в Геленджик, потому что…» Потому что сбудутся мечты. Виктор Александрович, спасибо, что сегодня были с нами. Каким будет предстоящий курортный сезон и что ждет отдыхающих, мы говорили с главой Геленджика Виктором Хрестиным. Увидимся на телеканале «Кубань-24». Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok